Без экскаваторов и кранов в Полоцком районе появился Софийский собор. Необычный творческий эксперимент воплотили жители деревни Ветрино. Они воссоздали копию собора в технике оригами с мельчайшими деталями. На конструкцию потратили около 10 килограммов бумаги. Марина Романовская сравнила копию с оригиналом. Ловкое движение руки из обычных бумажных треугольников получается настоящий шедевр. Светлана Серафимова искусством оригами овладела несколько лет назад. Сейчас этой технике обучает и других. Один из самых масштабных творческих экспериментов – создание копии Софийского собора. Не могу сидеть просто так с лыжа руки. Не обязательно чем-то надо заниматься. Люблю все красивое. Главное технику – знать, допустим, как делать модуль. Технику познав потом, ты что хочешь, можешь собрать сам. Над необычной копией мастера-самоучки работают несколько месяцев, чтобы в точности передать архитектуру здания, пользуются чертежами и фотографиями. Даже в таком бумажном строительстве, подчеркивают энтузиасты, очень важно не нарушить пропорции. Высота бумажного Софийского собора – около двух метров. Копия полностью передает даже мелкие детали. Например, расположение решеток на окнах. Всего же для создания храма понадобилось более трех тысяч бумажных кирпичиков. Внутри каждого написано пожелание. Между собой треугольники соединены без клея. Все согласно технике бумажного конструирования. Главный инструмент здесь – ножницы и фантазия авторов. Несколько элементов сделаны из цветного бисера. Купола мне очень нравятся. Я думаю, что у нас получилось. Мы очень старались. Знакомились с историей. Специально для этого ездили, посещали храм. Кирпичик к кирпичику. Так ровненько все складывается. Просто оригинально. Бумажная копия Софийского собора уже практически полностью готова. Планируется, что презентация состоится в Полоцке во время празднования Дня города. А пока мастера работают над очередными эскизами. В планах сделать из бумаги миниатюрную копию Спаса Евросиневского монастыря. Марина Романовская, Александр Петровецкий. Агентство теленовостей. Полоцкий район.